Могу вам не показать произведение искусства моего батечки. Вы посмотрите, какой огромный, свежеиспечённый хлеб, девчонки. Просто поднялся великолепно. А ты запихал туда семечки, батя? Туда нет. Нет, вот там запихал? Ещё рано. А, ещё рано? Когда мешаться будет. А, а ты уже закрыл его? Нет. Ты потом что семечки кидаешь? Да, когда размешиваешь. Просто это вот не хлеб, это произведение искусства. Я прямо его с собой, мне печёт, я с собой его беру обычно и там с большим удовольствием ем. Хотя бы, знаешь, вот, ну, что не добавлены ни улучшители никакие, ни усилители, ни стабилизаторы. А вот мука, дрожжи, сахар, соль и ничего, вода, ничего лишнего. Или чего там, вода кладётся, нет? А, вода, наверное, да. Масло там растительное. Так что я буду сейчас завтра утром, девчонки, следующего дня. У меня тут только пустота в этом комнате. В комнате я встала, никого нету, папы нету, мамы нету. Там на улице у нас был вчера ледяной дождь, даже сегодня отменили за занятия в техникуме и в школах. А вот, не знаю, что-то на дорогах творится, но вот они уже почистили. Вот они уже что-то чистят. Сейчас мы пойдём с вами вместе. Чё же пойдёшь на улицу? Мееее. У тебя лапа там грязные. Здравствуйте, родаки. Привет. Чё? Этот отколупываете? А, да. И он вот здесь вот, пап, тоже был или нет, или не было его? Было. Было тоже? Всё было во льду? Не всё. Не всё? Не возле дома, а вот здесь. Ясно. Давно встали? Да. Или ты с двух, бать, не спишь? Я... Мам, встал он с утра, значит, в два часа, в полтретьего, и шарится опять. В холодильнике. Опять, нет, опять шарится в этом, где, ну, ты работаешь, господи, следишь за компьютерным столом. Вот. Идёт с телефоном. Идёт с телефоном, со своим телефоном идёт. Я говорю, ты чё шаришься? Он говорит, я ищу зарядку, чтобы его зарядить. Я говорю, ты, мать, сейчас опять разбудишь. Говорю, завтра с утра встанешь и найдёшь зарядку, и не спать. Ха-ха-ха. Вот чё, мама, ты ему приспичила в два часа, три часа ночи искать, шарится, зарядку искать. Всё, попрятали, всё. А? Просто, вообще, просто. Не едем куда сегодня, нет? Сегодня нет, никуда не едем. А завтра тоже не поедем. Завтра ещё хуже будет. В смысле, и снегопад, и... Ну, давай тогда позавтракаю, и сегодня поедем тогда. Нам заказ в Берлик забрать, и мне там СДК кое-что пришло нам забрать. А потом там ещё и минус 20 будет, Бать. Ну, да. А там минус следует. Завтра снег ночью вот это, кисель, дорога. Хрен не знает, какая будет. Ну, мне надо узнать, что они там закажут. Подмораживать в ночь на чьё-то, это жалолёт будет опять. А потом минус 20. Ну, крайне... Когда мне надо выехать, крайне? Крайне? Как соберёшься, я мы здесь не... Ну, понятно вообще, понятно. Нельзя с ним учить, чем ничего не можем изменить. Ясно всё. Ну, ладно, пойду просыпаться. Позвоню сейчас ещё в Берлик, когда они там работают. Сейчас начала принимать суперфуд. Блин, что-то здесь какие-то это крошки. Суперфуд начала принимать хлорелу и спирулина. Вообще в хлореле и спирулине очень много белковых соединений. Их едят веганы, вегетарианцы. У кого, короче, проблема с белком, и которые мало белка едят животному происхождению. Здесь очень много аминокислот. По-моему, 19 аминокислот. Вот. И источник железа. Я когда готовилась, ну, у нас есть такие продуктовые чаты, где мы там скидываем всю информацию, отзывы о продукции. Вот. Кому интересно, ссылка будет в описании. И, значит, ну, делимся там своими впечатлениями и так далее. И в итоге девушка очень много отзывов повышает гемоглобин. Причём девушка делала анализы до и после, и он повысил гемоглобин. Причём такой, ну, как бы на хороший уровень. А я сейчас же, вы знаете, прохожу систему кишечника, восстановления кишечника. Короче, у меня со стулом проблема. Вот. Ну, я прям так откровенно вам говорю. И я не знаю, в чём причина, что там поджелудочное. Либо я посадила поджелудочную, либо там ещё что-то, либо ещё что-то. Вот. То есть у меня есть несколько версий вот таких вот. И я потом пойду на УЗИ, и мне нужно будет там кое-что полностью просмотреть, потому что я тоже пью сейчас кое-что для кое-чего. Ну, пока вот я всё не испробую на себе, я пока как бы не дерюсь информацией, а потом уже могу рассказать. Вот. И я тогда в комплексе потом уже посмотрю весь свой ЖКТ. всё её печень, почки. Ну, то есть такое, знаете, как бы вот раз уж пошла облучаться, потому что УЗИ – это тоже некое облучение. И раз уж я пошла, значит, ну, чтобы посмотреть всё заодно. Да, чтобы уж если облучаться, то посмотреть всё заодно в комплексе. Вот. И я могу вам сказать, что вот это мне наладил стул. Просто вообще так неожиданно. Вот. Ну, вот такой вот у него эффект. И я ещё, когда у меня мамка его начала пить, у неё тоже проблема со стулом, но у неё, она у меня, короче, пережила две операции, и у неё там половина кишок нету. И поэтому у неё как бы, ну, не хватает части кишечника. Кишок, ну, короче, части кишок не хватает. Причём большой такой части. И так как в каждом отделе кишечника у нас вырабатываются те или иные витамины, там минералы и так далее, то есть там за... Ой, ну, долгая система, ладно, не буду вам рассказывать. Ну, короче, у неё начались проблемы со стулом, и причём они очень долгое время. Просто если я вам начну всё рассказывать, это я вам начну рассказывать всю медицинскую такую подноготную. А так как я с 13 лет уже изучаю, с 13, не 13 лет, а с 13 лет, то есть я в подростковом возрасте начала увлекаться нетрадиционной медициной. Поэтому как бы у меня багаж на ней огромный, большой, и, естественно, я вам не впихую, не впихуем, а всё в одно видео. Вот. И у неё начались проблемы с кишечником. Вот. У нас насколько умный организм. Вот представляете, половины кишок в организме нет, а всё равно, хоть со сбоями, но организм работает. То есть на себя оставшиеся органы, оставшаяся там часть кишечника, она на себя берёт функции недостающего части органа. Вот просто я говорю, наш организм, вот насколько нас уникально создал, там Бог, Вселенная, я вот удивляюсь, насколько мы, то есть мы вот дышим, мы даже не ощущаем, как мы дышим. У нас работает сердце, но мы даже не ощущаем, как работает наше сердце. И нашему организму нужно хоть чуть-чуть помочь, потому что в принципе всё в целом у нас организм обладает вообще уникальными свойствами самовосстановления, уникальнейшими просто вообще саморегенерацией. У нас обладает организм свойствами саморегенерации. То есть я когда вот это вот осознаю, и когда вот это я понимаю, я думаю, блин, наш организм просто как просто компьютер, какой-то самый мощный компьютер. И этот самый мощный компьютер кто-то создал. Вот у меня, я говорю, иногда вот я об этом задумываюсь, и я просто удивляюсь. Ну так вот, она начала у меня пить тоже хлорелу спирулина, и у нее наладилась работа кишечника. И тоже отмечаю. И я вот у меня тоже наладилась работа кишечника. Но так как у продукта, у этого есть индивидуальная непереносимость, это противопоказания, индивидуальная непереносимость. Это, кстати, не бат, это суперфуд. Ну сейчас многие знают про хлорелу, как сказать, спирулину. Вот, то есть это даже не биологическая активная добавка, это вот некий такой суперфуд. Это водоросли сушеные, прессованные спирулина, водоросли сушеные, прессованные хлорелла. То есть это водоросли. Хлорелла и спирулина – это водоросли, зеленые водоросли. Потому что келп – это бурые водоросли, хлорелла и спирулина – это зеленые водоросли, которые растут в пресноводной воде. Вот. И так, что хотела сказать. Тут я уже ликбез целый вам начинаю рассказывать. Так вот, у некоторых, наоборот, было расстройство кишечника. Но это были единичные случаи. Вот у меня у мамы, наоборот, наладился стул, так как я и хотела. Вот, и поднимает железо. Так что имейте в виду. И я бы вам не рекомендовала вообще... Потому что я знаю, что сейчас очень много всяких препаратов продается через Валберес и через Озон. Но я вам не рекомендовала бы, потому что нужно брать в том месте, где все сертифицировано. И где можно получить подтверждающие документы. И где компания, которая не будет дорожить своей репутацией. В смысле, наоборот, которая дорожит своей репутацией. И ей не... Ну, то есть это не однодневка такая. Знаете, вышла на маркплейс какой-то. Да, я продал там, я не знаю, за пару дней, за пару недель исчез. То есть, ну, я такие вещи не беру. Я беру только в промеренном месте, как правило, в сетевых компаниях. Вот. Потому что сетевые компании в это вливают огромное количество денег, исследований. Там свой штат. Там, ну, очень тщательный такой подход к производству БАДов, суперфудов и всего прочего. Вот. Здесь аж целых 200 таблеток. Вот. И удобная форма, потому что у меня у Алены какие формы было ложками есть. Мне таблетированная форма гораздо удобнее. И я вот готовлю воду, вот приготовила воду, и они лучше, так сказать, усваиваются в подкислие с витамином С. Поэтому я чуть-чуть делаю водичку. И я забиваю не стаканом воды, девчонки, а двумя. Двумя, потому что, чтобы таблеткам было где раствориться, и чтобы дальше процесс такой пошел более органичный. Вот. Как-то так. Если я тему здоровья как бы затронула, то я вам все-таки расскажу сейчас, на чем я остановилась, не помню. Наверное, быстренько сейчас прям бегусь. Гепатофорте. Ну, вообще, перед применением проконсультируйтесь с врачом. У всех пищевых добавок непереносимость, индивидуальная непереносимость. Если содержится в составе какие-то травы, экстракты трав, то будьте аккуратны аллергикам. И глобальное, как это сказать, ну, для всех, на все, как бы, там, БАДы, лекарства, на все остальное, кроме определенных каких-то микроэлементов, там, магния и прочих, это кормление грудью и беременность. То есть, это стандартный такой вот набор всегда на все препараты, это беременность и кормление грудью. Если в составе есть экстракты трав, это, это, как его, ну, аллергия, я вам уже сказала, может быть. Вот, допустим, в гепатофорте здесь есть травы, соответственно, если вы аллергик, вот, например, у нас аллергии нету в семье, и, соответственно, мы безбоязненно это принимаем. Здесь вот в составе трава овса, корень одуванчика, корень лопуха, трава тысячелистника, листья мяты перечной, то есть это такие вот, как это сказать, ну, травы, экстракты трав. А гепатофорте – это для печени, короче, на печени у нас большой удар приходится в организме, потому что все то, что мы едим, пьем, дышим, впитывается через кожу в наши поры, через поры в нашу кожу, все это попадает в кровь и фильтруется нашим главным фильтрующим органом гепатофорте. Поэтому мы периодически, два раза в год, а может быть, даже и чаще пропиваем какие-то препараты для печени. Потом дегидрокварцетин я родителям купила, то есть это все то, что вот они вот будут принимать у меня в течение дня, то есть это все вот эти вот баночки в течение дня. Поэтому, когда меня спрашивают, много ли или немного, то, ну, мы иногда пьем по 20 штук, по 12 штук. И это даже мало, потому что я смотрела список препаратов, которые подбирали добавок пищевых нутрициолог для моей коллегии, то я поняла, что я не допиваю чего-то там. Дегидрокварцетин с витамином, причем в комплексе А, С и Е, он для сердца, сосудистой сеточки, против окне и лифтинг-эффектом обладает, там, за счет вот тех витаминов, которые есть. А дегидрокварцетин, он вообще для сердечно-сосудистой системы, и его, вот как раз период, когда короны был, тоже вот потом в протоколы даже внесли некоторые регионы, некоторые врачи. Вот, и потом, значит, артерфорты, больные суставы у моих родителей, я тоже к этому, скорее всего, склонна, у меня челюстно-лицевой сустав сейчас как бы травмирован, и я тоже периодически его стала пропивать. Когда я разговаривала с врачом, он сказал, что вообще с какого-то возраста уже начинаются дегеративные, двух врачей я слушала, дегеративные изменения с суставами, начинается уже разрушение там хрящевой ткани и так далее, поэтому нужна поддержка суставов, даже если они вас не беспокоят. Значит, семена черного тмина, лист лавра благородного, корень куркумы, ягоды можжевельника, чайное дерево, корень сабельника болотного. Тоже, опять же, аккуратнее будьте тем, у кого аллергия. Про беременных и кормящих грудью я вообще молчу, это вот консультируйтесь только с врачом. Ньютоник, значит, это специальная, как сказать, добавка, пищевая добавка для головы, для нашей. Его берут, как правило, в период, когда сдают экзамены, например, там студенты, когда умственная нагрузка большая, кто-то отчетность сдает. То есть хорошо разгоняет именно мозговую деятельность и хорошо воздействует именно, ну, как некая такая профилактика Альцгеймера. Тоже у меня родители вот пьют. Препарат создан в Институте инженерной иммунологии. Значит, здесь витаминный премикс, тут и глицин есть, и янтарная кислота есть, и натрия аскорбат, никотинамид, токоферол, ацетат, пантоэтат, кальция, пердексин, гидрохлорид, тиаминомонитрат, рибофлавин, ретинол, ацетат, фолиевая кислота, биотин, холикальциферол, циана, это витамины группы В. Экстракт листьев гинго-белоба тут есть, то есть очень такой многокомпонентный продукт, и вот, собственно говоря, родителям тоже для их нервной системы, для их, ну, чтобы мозговое кровообращение хорошее было, так как они у меня уже люди не молодые. И лицетин-комплекс, он идет с фосфолипидов, здесь в двух капсулах 1200 мг фосфолипидов, то есть это для печени фосфолипиды, ну, многие сейчас знают, сейчас более-менее, раньше вообще не подкованы были в плане БАДов, каких-то пищевых добавок, сейчас уже более-менее все хотя бы на слуху слышали, там, омегу, спирулину и так далее. И лицетин, он для печени, фосфолипиды здесь в составе есть, и для тоже головы, для мозга нашего, потому что на 30% мозг состоит из как раз вот жироподобной вот этой вот ткани. Ну, я так вот, грубо говоря, говорю, не вдаваясь вот в эти вот термины, если интересно, почитайте. У лицетина противопоказаний нету никаких, вот, это родственная наша, наши, ну, индивидуальная непереносимость компонентов беременности и кормления грудью. Это всегда будет на каждом препарате, в любой компании, к любому будет всегда такая аннотация. Индивидуальная непереносимость грудью и беременность, вот. А таких вот противопоказаний нету, это родственные нашему головному мозгу, как чем, структуру, формула. Формула, вот. Ну, так вкратце вам рассказала. Пьем регулярно, на постоянной основе, вся наша семья. Вот, сделали мои родители небольшой перерывчик и опять вернулись ко всем продуктам для здоровья. И сейчас опять они будут у меня пропивать, все, ну, стоп, заканчивается одно, я им покупаю другое. Вот они недавно были в поликлинике, они говорят, Настя, какое количество людей. Они, наверное, были в поликлинике и говорят, какое количество вообще молодых сидят в больницах, они разговаривают со своими, ну, то есть молодых кучей, еще плюс ко всему, то есть помолодели очень многие заболевания. Поэтому все, большая надежда на превентивную медицину, то есть когда вы не дожидаетесь, пока у вас там что-то уже произошло, а вы поддерживаете свой организм. И разговаривают они со своими там, не с отечественниками, а как, а своего возраста, знакомыми. Вот, я говорю, мам, да вы еще на их фоне здоровее. Ну, то есть вот благодаря, наверное, тому, что они пьют, не, наверное, а точно, бады уже вот на протяжении последних пяти, наверное, лет, мам? Наверное, больше. Вот у них, маму я там на ноги вообще поставила, у нее с суставами были проблемы с коленкой. Ну, то есть они у меня еще живчики по сравнению, то есть у них нету такой хроники глубоко-глубинной, вот, как вот у большинства их возрастной группы знакомых. Мамусика тут нам сделала салатик молодежный на утро, завтракаю, мой завтрак. Так как мне огурцов не хватает, папа не любит особо кислые огурцы, а я, наоборот, люблю огурцы, мне не всегда не хватает. Где-то прикуску с огурцом. Вот, и нам нужно сегодня поехать заказ забрать. Я говорила сегодня или не говорила, Фаберлик. Мама, ты разжевала таблетку? Я ем салат. А, то есть есть она у тебя? Да. Еще на завтрак у меня творожники, сырники, вот я делала. Две штучки со сметанкой и с кокосовым молоком кофеечек. Потому что у меня завтрак сегодня прям какой-то плотный прям. Так, собрались мы наконец-то выезжать. Сейчас я вам просто покажу. Новую водолазку заказала в Фаберлик. Я, походу, решила все цвета взять. И это из рельефного трикотажа. Особо не наряжалась. Просто вот оделась. Потом с другой как-то одеждой вам покажу. Вот, по цвету, значит, по цвету, значит, она даже белее. То есть написано цвет молочный. На самом деле она не кипельно-белая. Но и посмотрите на контрасте с брюками, белыми, светлыми брюками, она более светлая смотрится, более белая смотрится. Поэтому это, знаете, такое что-то между молочным цветом. Хотя вот это вот, наверное, айвори или цвет слоновой кости. И между кипельно-белым. Какая-то у нее есть некая желтизна, но она не особо как-то видна. Люблю эти вдолазки. Из них не вылазю. Всю зиму, собственно говоря, их протаскала. Это, наверное, моя седьмая по счету. И хочу перезаказать все цвета. То есть мне настолько не нравятся. Я их, ну, опять же говорю, не вылазю из них. И в пиры, в мир, и под юбки, и под джинсы, и под леггинсы, и под вот такие вот джогеры. Вот. Поэтому я люблю такую одежду на лето. И она, кстати, вот по сравнению со всеми остальными, которые там другие цвета, новые, желтые, красные, она более компактная по телу. Потому что они настолько все разные по своему объему в теле и по горловине. То есть, допустим, в желтой сильно растянута, нет, не в желтой, в красной сильно растянута горловина. Здесь она вот такая вот, знаете, свободная, но не впритык. Не впритык. И прям вот я прям с большим удовольствием агро из них не вылазью. Одеваю постоянно. Так что вот так вот. Обзор вам такой. Водолазочки. Потому что спрашиваете меня и про цвета, и про все остальное. И я знаю, что вот в моей структуре тоже девчонки, кто у меня зарегистрирован, так будет понятнее, кто ко мне. Ну, у меня регистрировался, в моей команде состоит. Тоже смотрели. Я знаю, заказали. Вот. И прям тоже остались довольны. Очень. Ну, вот по моим видео таким вот влоговым. То, что не каждый смотрит мои такие профессиональные ролики. По влоговым знаю, что многие заказали такие водолазки. Ну, вот что нравится, то нравится. Вот. Что понравилось, то понравилось. О том и рассказываю. Немножечко вам Жирновска. Солнце вышло. Сейчас мы ветеринарку идем. Там кое-что родителям нужно взять. Везде гололед. Воды много. Пока все тает, а завтра похолодание будет. Что-то куда-то меня забрели. Капец какой-то. Вот. А завтра будет похолодание минус 20. Такое резкое. Представляете, у нас какие скачки температура. Плюс 3 сейчас на улице до минус 20 ночью. Просто вот у кого на погоду зависимость, это, конечно, просто вынос мозга. Я не помню таких скачков за всю историю своей жизни. Ну, вот как в последние, наверное, лет 5. Прикол расскажу. Значит, я пошла в СДЭК забирать заказ и забыла паспорт. Кстати, а, ну ладно, потом расскажу. Забыла паспорт. И я такая возвращаюсь, к бате подхожу, к машине не успела дверь открыть. Мне паспорт вот так вот в лицо брал. То есть папа видел, что я знал, что я за паспортом иду. А это батин подарок на 23 февраля. А распаковку я покажу в каком у меня в следующем видео. Что я ему подарила. Да, Бать? Так что подписывайтесь на канал. Будете видеть, что ему в подарок пришло. Это он заказал, это, заказ его. Вы все по заказу, видите? До сих пор елка стоит, представляете? Да это я снимаю, что елка до сих пор стоит. Вот, и еще посмотрите. Давно только смотрите, это я снимаю. Если что, я снимаю. Если что. Фильтруйте базар. Дай, скажи, Филь. Филя, смотрите. Посмотрите в камеру. Вы очень многим понравились. Вы в курсе? Вы в курсе? Я говорю, все коты породистые почему-то очень строгие. Вот что Адик у нас был вообще. Вот какие-то они эти, ну, дворовые, они какие-то такие простые. А эти их не погладь. Вот смотрите. Его не особо погладишь. Ну, еще молчит пока. По желанию. Пока еще молчит. А кто утром мой телефон брал? Этим уколи, тихо, алёши. Зачем? Да хороший. Филь. Что ты там за мамкой наблюдаешь, да? Ты взял его и включил фонарик. Смотри. И лежит телефон. Что ты фонарик? Зачем? А что ты голову повесила? Я взяла телефон. Голову повесила. Филя. Ты что голову повесила? Ну, дед старый. У него лицо, дед старый. Да, в голове. Все, все, видишь? Хватит догладить меня. Пришли тут всякие. Все нам к твоему место занимают. Всякие пришли тут. Видите, господи. Господи, что вас в башке? Филичка, может ты это? Опять несу придется? Чонки, смотрите, какой густой туман. Туман просто такой, прям плотный, такой, ну, посмотрите, вообще редко так, редко так бывает, да, такой? Нет, туман здесь бывает. Вот. И завтра будет мороз. Я так предполагаю, что вот этот туман, если он до мороза достоит, так получится, что все ленево, посмотрите, просто сплошные лужи, сплошное наводнение. Вот. И если так получится, если будет туман этот стоять, то и мороз стукнет, стукнет ночью, то все деревья будут во льду, ну, вот прям такие вот, как в сосульках вот таких, все во льду должны будут, по законам физики. Вот. Так что будем завтра, за, дай, ждать завтрашнего дня, да, будь своя, спасибо. Спасибо вам. И завтра, не завтра, мы сейчас едем, у нас дома окрошечка. Мама окрошечки сделала. Мы там квасок купили. Что мы еще купили, мам? Что купили? Что купили? Хурму купили. Хурму купили. Ну, хурма меня не так вставляет, как что-нибудь вкусное пожрать, пожрать такое. Я, кстати, между сладким и чем-то таким, посмотрела, аккуратно, кошка. Я выбираю, сейчас в последнее время такое, то есть я люблю что-нибудь солененькое. Ну, я имею в виду. А, чипсы еще у нас есть же там, чипсы, мам. Чипсы мы полыно съедаешь, полыно оставляем, тогда на это. Да. Говорил тебе две пачки? Не надо две пачки. Нечего травиться. Чуть-чуть поели, хорошего понемножку. Ну, мы не поели, мы же хотели сыр пожарить завтра. Вот, убери сыр и пожарим сыр на сыр. А сколько, что останется, да, что останется, то я поем. А сыр же и, может быть, пирожный все-таки съем. А не останется, или хрен с ним? Не знаю, мам. Не сняли. Слушай, нам же сметану дали. А я думала, ты сейчас вот так вот поедешь еще вперед. Нам же Юлька дали нам насчет сметаны было позвонить, потому что звонила. Может быть, кстати. Надо ей набрать. Ты уже на место? Чуть-то я не поняла, что такое. Ну, ладно. Что-то я не поняла. Ой, сейчас подождите. У нас уже получше гораздо. Так, что я заказала в Фаберлик? Не буду делать отдельное видео. Просто покажу вам. Ой, колбаса, девчонки, колбаса. Ну, это явно не Фаберлик. У мамки закончилось моющее средство. Прям у нее много было. Что-то на меня год или полтора не просила мне ничего заказать. А это закончилось у нее. Поэтому, говорит, Настя, купи мне, закажи мне новое. Короче, на 96% состоит из натуральных компонентов, биоразлагаемое, растительное сырье и халяльное. Потому что для кого-то этот знак халяль, оно имеет большое значение. Взяла, и там разные всякие виды были. Я и взяла кристальный блеск. Мультикомплекс биоразлагаемых впав на основе растительных компонентов. Добавка ополаскиватель, органический полимер, ну, то есть органика хорошо, поваренная соль, гипоаллергенная композиция душистых веществ, биоразлагаемый консервант, биоразлагаемый, пищевой краситель. Вот, ну, то есть они, в принципе, достаточно такие, как бы, не нуждаются в каком-то представлении. Я тогда помню еще в самом начале, когда на нее столько появились, я делала мастер-классы, прям вот показывала, как моется посуда с помощью вот этого гелия, как моется с помощью магазинных средств. Ну, то есть действительно органика. Мы это проверяли, у меня еще у одной девушки была возможность, она в лаборатории работала, была возможность делать тесты. Ой, как вкусно пахнет. Ой, прям. А, малиной пахнет. Вот, и была возможность у нее тестировать. Вот, Маська, тут как тут? Тестировать у нее было всякие средства, подходит для септиков, да, тоже для кого-то имеет значение. И она говорит, вот, брали средства магазинные, проводили палочкой вот так вот после мытья посуды, и там все равно средство моющее оставалось. То есть она, то есть нужно было долго тарелку держать под проточной водой, чтобы смыть остатки моющего средства. Этот же смывается хорошо, и он, у меня даже был такой эксперимент, ставила консультант, она мыла посуду на даче, и в один куст выливала мыльную воду с фаберлик, и вот, говорит, куст был зеленей. Вот, так что такой-то даже интересный факт. Так, и что еще? И еще я взяла папе, у него, у него, значит, простатит, простатит, и вот урокомплекс, когда, короче, он пьет, у него давление, ну, простаты, вот это вот уменьшается, то есть отечность простаты уменьшается, и он лучше ходит в туалет. Вот, так что вот так вот, буду еще заказывать, это просто вот я взяла, пока, ну, пока вот взяла, пока, ну, одну штучку, жду еще пептидный Баддем, он должен прийти для простатита, тоже по нему читала отзывы, по отзывам его взяла. Вот, он не дешевый, он такой достаточно дорогой, вот, но по нему классные отзывы именно в плане простатита, и вот я на нем все это буду делать, тестировать, сама буду тестировать. Ну, вот такой вот заказ, там, из двух средств, поэтому нет смысла там делать какое-то отдельное видео, все равно здесь все это буду оставлять дело. Розочку маму с утра делала, вот так вот, слоями на сделаю, сейчас перемешаю ее и наведу себе, пока там параллельно работаю, сейчас какое-то что доделываю, и тут еще выложила покупки все, но я хочу сделать отдельное видео, ну, просто отдельное видео, уже сегодня во влоге много, ну, он такой, сборная селянка, уже много всего, длинный влог получится, поэтому решила вынести в отдельное видео.